Олимпийская система, семь весовых категорий, несколько комплектов медалей и девять сборных. Военнослужащие Саровской дивизии надели кимоно и вышли на татами, чтобы побороться за звание победителя чемпионата под дзюдо. Дзюдо самое – это гибкий вид спорта. Где-то надо уступить, чтобы выиграть. В армии где-то что-то, ну, так же надо, где-то схитрить и в конце концов выиграть. Так же и дзюдо. Разрешены броски со стойки, с колен, удушающие приемы, запрещены захваты ниже пояса. И это только малая часть правил, которые необходимо строго соблюдать участникам соревнований. За их выполнением следят судьи. Для того, чтобы положить соперника на лопатки, у участников есть ровно четыре минуты. У нас не только дзюдо, много видов военно-прикладных, служебно-прикладных видов спорта. И в том числе олимпийский вид спорта дзюдо. В целях популяризации спорта, а также успешного выполнения служебных боевых задач военнослужащими. Потому что в повседневной деятельности необходимо им применять также боевые приемы, приемы борьбы. Военнослужащие войсковой части 3473 города Заречного Алексей Спирин успешно прошел отборочный этап. А по итогам полуфинальных поединков завоевал себе право выйти в финал. Здесь, конечно, развивает и ум, и силу, координацию, все вот эти акробатические нумераты. В общем, хороший спорт. Победители, которые определятся в каждой весовой категории, будут защищать честь Саровской дивизии на следующем этапе соревнований. Дарья Цапарыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Продолжение следует...